Шашки, стритбол, городки, мини-футбол, прохождение лабиринта для самых закаленных, обливание холодной водой, несмотря на уже довольно холодную погоду. Различными спортивными состязаниями начались гуляния в честь Дня народного единства на центральной площади Дальневосточной столицы. Участниками праздничного фестиваля «Мы едины» стали не только делегации из множества муниципалитетов края, но и спортивные команды из других регионов Дальнего Востока. По периметру площади шатры с национальными кухнями, открытыми для дегустации. Пельмени, бузы, хинкали здесь соседствуют с чаем из самовара, баранками, азиатской лапшой и люля-кебабом. Русская, грузинская, белорусская, еврейская, украинская, молдавская, паназиатская. Обилие национальной еды еще раз подчеркивает Приморье, многонациональный край, процветание которого во многом зависит от дружбы народов и взаимовыручки. Наша страна многонациональная, у нас очень много различных людей интересных живет. И для объединения общим духом это очень нужно, конечно. Сегодняшний праздник объединяет. У нас достаточно много в Приморском крае и вообще в России живет народов, как украинцев, белорусов, других национальностей. И естественно хочется, чтобы просто все дружили, не воевали между собой, были едины. И тем более такие мероприятия, они объединяют людей. Мы вместе, мы едины. Так же, как наши предки честно работаем во благо наших семей, во благо развития региона и отчизны. В этот день развлечения нашлось и для любителей прикладного творчества. Дети с удовольствием раскрашивали фигурки из гипса, плели из бисера. Взрослые даже пробовали прясть. Отдельную площадку организовали для участников киберспорта. Ой, вы знаете все, это чудо. Это настолько прекрасно, весело, задорно. Даже не можешь представить, как хорошо, как радостно. На сцене прошла музыкальная программа, которая включила в себя выступления музыкальных коллективов «Голос времени» и музыкантов-инструменталистов. Кроме музыкальных представлений состоялась презентация национального костюма и театрализованные выступления по мотивам самых популярных национальных сказок. Послушать выступления артистов на центральной площади города пришли несколько сотен жителей и гостей столицы Приморья. Хедлайнером фестиваля во Владивостоке в этот раз стала известная российская группа «Чили». Привет, Владивосток! Очень приятно сегодня быть здесь с вами. Вы для меня город будущего. За 45 минут концерта «Чили» исполнили 12 песен. Солистка группы Ирина Забияка, обратившись со сцены к зрителям, отметила, что Владивосток для нее – это город будущего. Она пожелала каждому жителю и гостю города любви, удачи и гармонии. ПЕСНЯ Светлана Садова, Игорь Болтов. Новости на восьмом.